Быть врачом-эндокринологом ему начертано судьбой. Артур Григорович – потомственный доктор. Отец на этом же поприще проработал всю жизнь. Сын продолжил династию. Специалист большой буквы – так говорят те люди, которые к нему обращались, те, кого он поставил на ноги. Таковых немало, но понимая серьезность болезни со сладким названием «сахарный диабет», Артур Станиславович продолжает бить в колокола и самолично принимает участие в акциях, беседуя с людьми, объясняя, советуя. Если говорить мировые цифры, то они просто пугают, потому что 20 лет назад в мире насчитывалось 30 миллионов пациентов с диабетом сахарным. Сегодня эта цифра перевалила в 300-миллионный рубеж. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения прогноз дает тоже неутешительный – более полумиллиарда пациентов будут страдать сахарным диабетом. Полмиллиарда – цифра поистине устрашающая. Брещена, к сожалению, не остается в стороне от этого «прогресса». Сегодня в области насчитывается порядка 40 тысяч человек, страдающих от сахарного диабета второго типа. Заметьте, 80% из них имеют избыточный вес – ожирение. Ожирение, оно наследуется. И родители, которые не следят за своим весом, они в будущем могут иметь потомство с избыточной массой тела. Это доказанный факт. И вот эти вот риски, связанные с сахарным диабетом, по наследованию, они прямые. Сахарный диабет второго типа наследуется. В день профилактики сахарного диабета акция носит расширенный перечень предоставления услуг населению. Можно на бесплатной основе измерять уровень глюкозы в крови, за небольшие деньги проверить холестерин, получить консультацию у доктора, как правильно себя вести, при наличии первых симптомов различного рода болезней. Но все-таки пристальное внимание уделяется тем людям, кто имеет предпосылки к заболеванию с сахарным диабетом. Ведь эта коварная болезнь по своему разрушительному воздействию на здоровье человека может сравниться с алкоголизмом или наркоманией. Некоторые первый раз увидела. Некоторые уже знают, какой у них сахар. Разные случаи бывают. Тут у многих высокий сахар. Удобно ли вот в такие акции? Очень удобно. Я тем более болею на сахарный диабет. И вот дополнительно, если проверить, то неплохо. То опасная болезнь, надо контролировать, осложнение дает на все. Может протекать вначале незаметно даже. Вы уже такой спец по сахарному диабету. Ну как, я стремлюсь его искоренить из себя. Конечно, не все зависит от человека. Есть и генетическая предрасположенность к заболеванию сахарным диабетом. Но в большинстве своем все зависит от человека, от его желания жить здорово и здорово. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уверены, что если человек достаточно двигается, если человек правильно питается, если он контролирует свой вес и не очень поправляется, если он не курит и алкоголь употребляет умеренно или не употребляет совсем, у него, скорее всего, сахарного диабета второго типа не будет. Да, и поэтому хочется всех призвать вести здоровый образ жизни, для того, чтобы избирать вот этого очень коварного и нехорошего заболевания, которое дает очень много осложнений, высокий уровень смертности и инвалидности. Я бы хотел посоветовать повысить свою активность. Ведь ходьба у пациентов с избыточной массой тела хотя бы 30 минут в день позволяет снизить риск сахарного диабета или отдалить возможность развития сахарного диабета на 6 лет. Соблюдение диеты, режим ходьбы, физических нагрузок приведет нас к успеху. Постоянный контроль за своим здоровьем и правильный образ жизни поможет вам сохранить его на долгие годы. А если заболели, умейте жить так, чтобы болезнь оказалась побежденной, хотя бы морально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова